Хельмуджи! Юрпиге! Оооо! Боже мой! Хельмуджи в переводе с чувашского «зимний дед». Юрпиге – снежная красавица. Первое отличие от Деда Мороза и Снегурочки, которая сразу бросается в глаза, это их наряды. Хельмуджи одет в шубар – праздничный мужской костюм, на котором вышит национальный орнамент. У Юрпиге вместо шапки чувашский женский головной убор – тухья. Украшена она бисером и монетами. Образы этих сказочных волшебников взяты из фольклора. У Чуваш есть древняя чувашская сказка. Называется она «Золотая сумка». В сказке говорится, что Хельмуджи живет в волшебном лесу и играет на дудочке. Так и наш Хельмуджи живет в волшебном лесу этнокомплекса «Ясно», где раньше росла священная шоркинская дубрава, и также играет на чувашской дудочке шахлыч и учит детей играть. Кстати, Хельмуджи не только играет на старинных музыкальных инструментах, но и сам их делает. Так для дудочек шахлыч используются стебли дудника или борщевика. Хельмуджи умеет играть более чем на 30 старинных музыкальных инструментах, но особый восторг у зрителей вызывает игра на гусином перышке – инструменте «Сырнай». В конце перышка вырезаешь такой язычок. Здесь проделаны разные отверстия, с помощью которых меняется звук. Древний музыкальный инструмент. Чувашский Хельмуджи неофициально признан самым музыкальным Дедом Морозом. Даже посох у него не простой, а представляет собой музыкальный инструмент «Ковал». Звучит, как труба. По поверьям, так Хельмуджи вызывает снег. Внучка Деда Мороза Юрпиге тоже старается передать знания предков. Проводит для детей мастер-классы по изготовлению древних рун. Плетет их из лыка. Мы с вами сейчас будем делать одну из самых сильных и древних рун. Она называется «Руна Солнца». Этой руне более 5000 лет. Символ Солнца всегда был самым почитаемым у древних Чуваших. Кстати, и Новый год они начинали отмечать в день зимнего солнцестояния – 22 декабря. Национальные праздники в Чувашии начинают дети – символ радости и веселья. Они стучатся в дома, желают хозяевам здоровья и благополучия, получают за это угощение. Именно так, согласно национальным традициям, в старину начиналось празднование Нового года. В Чувашии этот праздник называется «Сурхури». «Сурх» – это овца, а «Ура» – это нога. То есть это овечья нога. Причем тут овечья нога, задаемся вопросом. Оказывается, на праздник Сурхури девушки на выданье ночью в 12 часов. И было такое гадание. Заходили в хлев, ловили овцу. Если она была черной масти, то значит и жених предполагался будет темненьким. А если белой масти, значит и жених был светленьким. Но на самом деле Сурхури в дословном переводе означает «повернуть темное время суток». Ну то есть действительно, когда темное время суток уходит, и белое время суток нарастает с каждой минуткой после 22 декабря. Это день зимнего солнцестояния. Со временем Чувашский Сурхури совпал с христианским Рождеством. Но древние языческие обряды, обычаи и празднования, переплетаясь с христианскими, сохранились до сих пор. Праздник длился целую неделю. Ее времени на гуля не предостаточно, но ни в коем случае нельзя было откладывать катание на горке. Ведь, поверим, кто первым скатится с нее, тот и будет самым счастливым в наступающем году. Катаются в Новый год и взрослые дети. В старину считали, что если скатишься далеко, то лен вырастет высокий. И такой хороший урожай позволит наткать много полотна. Пока дети веселились на улице, женщины и девушки сидели в избах, готовились к празднику и пели национальные песни. Не обходилось и без гаданий. Например, пытаясь узнать имя с ужиной, парни стучались в окна. Какое имя назовут в ответ, так и будут звать невесту. Сами девушки на выдане тоже гадали, сыграют ли они в наступающем году свадьбу. Новогодние гадания, хороводы вокруг елки и мастер-классы от Хильмуджи и Юрпиге проводятся в Чувашии в туристической деревне Ясна. До пандемии по уровню посещаемость Хильмуджи занимал третье место в России. Первое было у устюгского Деда Мороза, второе – у Костромской Снегурочки. В Ясну приезжают те, кто хочет познакомиться с исчезающими национальными традициями встречи Нового года – Сурхури. Сейчас этот праздник с соблюдением всех традиций отмечается лишь в некоторых отдаленных деревнях.